Группа компании Аврора с гордостью представляет бензиновый генератор АГЕ 7500 ДЗН с блоком автоматики. Устройство предназначено для аварийного энергоснабжения загородных домов, гаражей и прочего. Напряжение в выходной сети 220 вольт. Главной особенностью данного аппарата следует назвать блок автоматики, который контролирует наличие напряжения в центральной электросети. Об этом качестве устройства мы расскажем чуть позже. Номинальная мощность генератора составляет 6 кВт, максимальная – 6,5 кВт. Такой запас мощности позволяет в случае необходимости обеспечить работу основных бытовых устройств, таких как холодильник, обогреватель, насосная станция, циркуляционный насос и прочее. На генераторе установлен одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель OHV25 с верхним расположением клапанов. Данная особенность конструкции делает моторы долговечнее, снижает расход масла, экономит топливо, облегчает пуск двигателя и делает его работу значительно тише. Низкий уровень шума позволяет использовать генератор в непосредственной близости от жилых помещений. Чугунная гильза блока цилиндров увеличивает износостойкость узла и продлевает срок его службы. Двигатель, установленный на генераторе, является аналогом знаменитого мотора Хонда GX390. Он сочетает в себе легендарную надежность и демократичную стоимость. Система контроля уровня масла не допустит повреждения двигателя при низком уровне смазки в картере. Датчик при пониженном уровне масла не позволит завести двигатель или заглушит его после нескольких секунд работы. Проверяйте уровень масла при каждом пуске. Строго соблюдайте рекомендации производителя по срокам замены масла. Если генератор будет обслуживаться и эксплуатироваться в соответствии с инструкцией, аппарат прослужит вам верой и правдой многие годы. Обратите внимание, картеры двигателей не заправлены. Перед первым пуском следует залить в горловину 1,2 литра машинного масла для четырехтактных бензиновых двигателей. Смазку следует добавлять до момента появления масла в заправочной горловине. Охлаждение двигателя во время работы происходит за счет нагнетаемого воздуха. Увеличенная площадь воздушного фильтра позволяет реже проводить техобслуживание, а также не беспокоиться о достаточном объеме воздуха для стабильной работы. Заправлять аппарат можно 92-м или 95-м бензином. На баке аппарата установлен индикатор уровня топлива. Он напомнит оператору о необходимости очередной заправки. Сухой вес аппарата 86 килограмм. Усиленная рама генератора надежно фиксирует все элементы конструкции, а кожух бензобака обеспечивает его дополнительную защиту. Для удобства транспортировки на раме аппарата установлены колеса и рукоятки. Чтобы подготовить генератор к работе в автоматическом режиме, нужно открыть топливный кран, закрыть воздушную заслонку. С помощью клемм на фронтальной панели генератора нужно подключить аппарат к щитку центрального энергоснабжения. Подключение фаза 0 для устройства не принципиально. Включить тумблер блока автоматики. Перевести ключ зажигания в положение «включено». После данных манипуляций генератор будет находиться в режиме ожидания до момента исчезновения питания в центральной электросети. Для того, чтобы смоделировать ситуацию, когда напряжение пропадает, мы используем розетку и вилку. В розетке генератора следует включить вилки потребителей, которых вы хотите запитать по резервной схеме. В режиме ожидания, пока напряжение есть на вводной линии, генератор не работает, но питание через блок автоматики устройства идет к потребителям. Как только напряжение пропадает, блок автоматики запускает генератор и снабжает потребителей током до момента восстановления центрального энергоснабжения. После того, как напряжение появится на вводе, блок автоматики глушит двигатель и переходит в режим ожидания. К сильным сторонам генераторов «Аврора» можно отнести автоматический стабилизатор напряжения или блок АВР, медную обмотку ротора и статора аппаратов, а также надежный карбюратор, собранный по японскому патенту. Блок АВР предназначен для стабилизации выходного напряжения при изменении оборотов двигателя. Данный блок обеспечивает ровный ток на выходе без скачков и просадок, что позволяет запитать от генератора не только простых потребителей, вроде ламп освещения или обогревателей, но и бытовую технику, например, телевизоры или холодильники. Бывает, что генераторы приобретаются в том числе для питания газовых котлов с электронной системой контроля пламени. Данная система безопасности для корректной работы требует не только чистой синусоиды тока, но также нулевого и фазного выводов для подключения. Как такового нулевого контакта на генераторах нет. Однофазные синхронные машины выдают напряжение в 230 вольт путем суммирования двух полуфаз в 115 вольт. Для того, чтобы газовый котел заработал, требуется заземлить одну из полуфаз генератора. Проблему получения чистой синусоиды тока многие производители газового оборудования рекомендуют решать установкой резонансного фильтра. Медная обмотка генератора позволяет улучшить прочностные характеристики ротора и статора и продлить срок их службы. Медь по сравнению с алюминием обладает меньшим сопротивлением, меньшей теплопроводностью и лучшими показателями токопроводимости. Это значит, что во время работы генератор с медными обмотками будет греться гораздо меньше. Также медь обладает большей стойкостью к неблагоприятным условиям окружающей среды – высокой температуре, влажности или запыленности. Генератор с медной обмоткой в сравнении с алюминиевыми конкурентами прослужит вам гораздо дольше. Внимание! Общая мощность потребителей энергии не должна превышать максимальную мощность генератора. В противном случае срок службы аппарата может значительно сократиться. Продолжительная работа устройства возможна исключительно при нагрузке не более 80% от номинальной. При работе генератора с потребителями, оснащенными электродвигателями, следует учитывать их стартовые токи. О данном параметре мы рассказывали в предыдущем ролике. Покупатель должен помнить о циклах работы и пауз генератора. Так, при работе с номинальной мощностью аппарат сможет непрерывно снабжать потребителей током на протяжении 6-8 часов, после чего нужно будет сделать перерыв от получаса до часа. С максимальной мощностью аппарат может работать не более часа, после чего также следует сделать паузу. Нужно понимать, что бензиновые генераторы с воздушным охлаждением не предназначены для непрерывной работы, поэтому стоит внимательно отнестись к циклу работы и пауз аппарата. Соблюдение рекомендаций значительно продлит срок службы устройства. Подписывайтесь на наш канал, будем рады видеть вас в наших дилерских центрах.